В день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин возложил венок к обелиску в мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны. В 2012 году именно по инициативе Сергея Нарышкина день вступления России в Первую мировую войну, 1 августа, был официально включен в национальный календарь памятных дат. Гримаса истории состоит в том, что отдав за победу Антанты миллионы жизней, Россия так и не вошла в круг, держав победительниц, и более того, вынуждена была подписать унизительный Брестский мир. Непоследнюю роль в этой трагедии сыграла и националистическая пропаганда, которая целенаправленно велась из-за рубежа противниками России. Более того, первые вооруженные отряды украинских националистов были полностью сформированы на территории Австро-Венгрии. И уже позже внутри страны некоторые политические силы продолжили вот такую националистическую пропаганду. И сегодня, спустя сто лет, мы продолжаем пожинать горькие плоды от их, по сути, преступной антигосударственной и антиобщественной деятельности. Я уверен, что опыт участия России в Первой мировой войне позволяет сделать важнейший исторический вывод, который состоит в том, что русско-российское воинство несокрушимо, если армия, власть и общество объединены общей целью – победой. Победой над врагом. Сергей Нарюшкин также возложил цветы к могиле великого князя Николая Николаевича Романова-младшего, который в годы Первой мировой командовал всеми сухопутными и морскими силами Российской империи. Он скончался в эмиграции в 1929 году. А в апреле 2015-го, согласно последней воле, прах великокняжеской четы Николая Николаевича и его жены Анастасии Николаевны был перевезен в Россию из Франции и захоронен на братском воинском кладбище в часовне Спаса Преображения. Служба информации Фонда История Отечества. Фонда История Отечества